Очень символично получается память к дереву, казалось бы, в природе. И тут же на фоне этих средств стволов. Вместо красивейших цветущих яблонь, одни обрубыши и деревья, которые годами радовали прохожих, спилили в начале прошлой недели. О случившемся архитектор и общественник Александр Деринг узнал в социальных сетях от своей подписчицы. Буквально со слезами она рассказывает, что она вышла, видимо, на следующий день после рубки с дочерью посмотреть, как цветут. Даже не зацветали уже вот эти вот ранетки яблони. И девочка маленькая, дочка увидела, заплакала, как это так, что такое, где деревья, где наши цветочки. А вот клёны, с которыми действительно нужно бороться и которые внесены в чёрную книгу Алтайского края, в сквере остались, возмущается Деринг и представители администрации ЖД района. Последние, в свою очередь, пояснили, что никакого отношения к обрезке яблонь не имеют. Мы уточнили, во-первых, управляющая компания, она этого не делала, управляющая компания первая. Комитет по дорожному хозяйству городской благоустройства транспортов и связи, который непосредственно является ответственным за снос деревьев, безусловно, тоже этого не делал. Администрации района было направлено письмо в отдел полиции по железнодорожному району в целях выявить злоумышленника, который произвёл снос деревьев. Посмотрите, вот это вот апофеоз. Сколько они здесь уже стоят, что они побелели. Это сухостой, самый хрупкий. А это целый туннель из аварийных деревьев. Каждый день его преодолевают сотни садоводов. Коридор ведёт сразу к трём садоводствам. Восход, энергетика центральная. Часть огородников обходит ветхие деревья по проезжей части. Другая идёт напрямик. Смотрим наверх, что будет. Конечно, боимся. После каждой бури тут падают не только ветки, но падают и целые деревья. Жительница Барнаула Татьяна Труфанова, да и все горожане призывают властей обращать внимание на реально опасные деревья. Конкретно эти находятся в центральном районе города. И они требуют скорейшего сноса, либо правильной омолаживающей обрезки. В противном случае беды не именовать, уверена Татьяна. Посмотрите, в каком состоянии основание того дерева. Но оно вот тоже скоро завалится. Ну а кому помешала аллея из Яблонь, в котором стоять бы ещё долгие годы, будет выяснять полиция. Одно уже ясно – весеннего благоухания здесь придётся ждать долго. Валентина Аскерова, Николай Шилко, Алексей Фризин. День с толком.